Оказывать помощь органам внутренних дел в наведении порядка, как-то убеждаете на этом? Да, если честно, нет, сами по своему утреннему позыву. Так в библиотеке имени Шишкова сегодня состоялось расширенное заседание правления Ассоциации Патриоты Алтая. Это относительно новая организация среди общественных организаций края. Главная наша задача – это не только патриотическое, но и гражданское воспитание наших граждан. Ассоциация объединила в себе 12 организаций, среди которых ветеранские сообщества, различные спортивные федерации и даже одно частное охранное предприятие. На повестке дня несколько вопросов. Один из главных вопросов – это презентация сайта Патриотов Алтая, на котором будет размещаться далее вся информация по краю, по патриотическим гражданским мероприятиям. И, в принципе, каждый гражданин, каждая общественная организация, участвующая в этом процессе, сможет там развестить свою информацию. Кроме того, впервые был поднят вопрос об организации народной дружины. Это именно связано с тем, что сейчас очень серьезный недобор кадров в силовых структурах, а всех абсолютно. У нас был опыт небольшой, к нам обратилась одна женщина за помощью, она вызвала сотрудников полиции по мелкому правонарушению, и полиция в индустриальном районе не смогли приехать в течение двух часов. Мы обратились в дежурную часть индустриального района, нам пояснили, что на индустриальном районе работает один-два экипажа всего лишь, а там проживает 325 тысяч человек. Основной костяк дружины уже есть – это 30 добровольцев. Основная задача – профилактика мелких правонарушений. По состоянию на 1984 год, то есть конец прошлого века, у нас было 280 тысяч народных дружин. Соответственно, они привлекались для несения патрульно-постовой службы. В 1991 году прошлого века дружины прекратили свое существование. Теперь их снова решили возродить. Еще одна, по мнению общественников, не менее важная тема – образовательный проект «Семейные ценности». Каким образом мы будем это продвигать? Это школы, это колледжи, то есть это подростки от 14 лет. То есть там, где их больше всего, нам их будем ловить. То есть принудительно? Да нет, почему принудительно? Добровольно принудительно. Но как бы если это будет не просто лекция, вот мы пришли и мы начинаем читать им лекцию, рассказывать, вот это ай-яй-яй нехорошо, а вот это вот хорошо. Это будет такой интерактив, где больше будут говорить они. Также на заседании подписали соглашение о сотрудничестве с сообществом Движения Первых и приняли в свой состав новую организацию. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.